Мы уже приехали на Дерибасовскую, я понятия не имею, где она начинается, но скоро она точно начнется. Ваши впечатления о том месяце, куда мы идем? Я не знаю, где мы. Так, интервью у местного жителя, скажите нам, пожалуйста. Да, да, спрашивайте, все что вы можете. Нет, подожди, подожди, ты должна рассказать, почему нужно говорить Одесса, а не Одесса. За Приморский идем, девчули. Расскажи, как это называется. Оперный театр, это оперный театр, Дерибасовская. Мы сейчас собираемся в Одессу. Да, я теперь уже правильно говорю это слово, потому что меня оставили в комментариях. Спасибо вам большое. И мы не пойдем, наверное, на Дерибасовскую. Не знаю, сейчас скинули мне статистику о том, что опять в Украине рост заболеваний идет, причем в лидерах Одесса или там область Одесская плюс Киев. И как-то, не знаю, шесть месяцев я вообще из дома не выходила. Сейчас полетела в это путешествие, как-то заболеть не хочется. И мы уже взяли билет домой и вспомнили стихотворение белорусского автора, тоже на белорусском языке, но я думаю, вы поймете его смысл. Требо дома бывать частей, требо дома бывать не гостем. Кап душою не очерстветь и не стратить святое чтости. Так что мы пока есть возможность, это уже не стихотворение, мы пока есть возможность, хотим попытаться вернуться на родину, но посмотрим, посмотрим, как получится, если это видео выйдет. Наверное, пока что у меня будет все хорошо. И вообще сейчас видео выходит не совсем в той последовательности, которая была, потому что просто некоторых файлов нету, нет здесь, потому как многие сайты заблокированы в Украине. И у меня-то на почте что-то лежит, то там, то сям, то Яндексе, а здесь работает Гугл. В общем, приходится выкручиваться, как могу, и там про того же лайки уже доснимаю в Минске вам и выложу. И да, сейчас мы выходим, нас Настя подкинет, ну в смысле подкинет, мы поедем вместе. Большое спасибо девчонкам, что они составляют нам компанию, что они нас подвозят, потому что с такси у нас уже здесь были траблы, и, конечно же, вместе веселее. Поэтому вот мы, кстати, переехали в новый номер, и мы отправляемся вечером смотреть. Я надеюсь, что смогу вам показать. Все-все, Саша, идем, мы уже опаздываем. Я сейчас переслушала, что я говорю, и я заметила, что я вам в первой части ролика сказала, что я исправляюсь и говорю Одесса, а потом такая дальше Одесса, Одесса, Одесса. И дико извиняюсь, дико извиняюсь, но все, мы уже выезжаем. А вот у нас лестница, на самом деле, мы уже прошли почти всю, она очень высокая и тяжелая, и мы по-такой спускаемся. И еще море сегодня очень такое активное, много волн и холодно, на самом деле, сегодня купаться, потому что ветра много. Просто реально очень красиво. Очень красиво. Когда мы едем? Я не знаю. И вот мы уже подъезжаем к Луна-парку. По дороге у него, конечно, такие колоритные здания. И я заметила это еще, как только приехала в Одессу, что все здания достаточно низкие, по крайней мере, в той части города, в которую мы ехали. И вот вы уже видите сам Луна-парк. В ночи, конечно, это очень красиво, когда такие желтые-красные фонарики на фоне сине-фиолетового неба. Я, как вы знаете из прошлого видео про Луна-парк, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Не то, чтобы даже боюсь аттракционов. Я не хочу кататься на страшных, потому что мне не доставляет это столько удовольствия, сколько могло бы. Но вот на этом даже Мэджик я прокатилась, мне хватило, и, пожалуй, многие годы я еще туда не пойду, честно вам говорю. И мы сейчас находимся в парке. Таша там стоит, фоткает. И да, начинается сразу лезть, а потом пойдем гулять. Зато Катя и Таня оказались очень смелые. На Мэджике они еще прокатились с Настей, а потом на один из самых страшных аттракционов пошли вдвоем. Конечно, я понимаю, что многим нравится свободное падение, но лично этот раз, когда они катались, это было страшно, потому что несколько раз то поднималось аттракцион, то опускался, причем с разной скоростью и разными этими волновыми движениями. Потому что в прошлый раз, когда я его наблюдала, все-таки там был какой-то смысл в этих подъемах. То есть резкое падение и опускание и поднятие, а там прям они надолго так зависали внизу. Я потом спрашивала у них, ощущали ли они это. Они сказали нет. На самом деле я понимаю, потому что ты сидишь, там тебе страшно, и когда такие большие паузы делаются, то ты уже не думаешь об этом, ты просто ждешь каких-то эмоций. Мы уже приехали на Дерибацовскую, я понятия не имею, где она начинается, но скоро она точно начнется, и там поснимаю вам видосик. Надеюсь, что интересно, Саша, ваши впечатления о том месяце, куда мы идем. Я не знаю, где он будет. Ой, боже, красиво, как будто бы Новый год. Так красиво, как будто бы еще гирлянда украшена к Новому году. Да, да, я тоже говорю, красиво, как оно будет выглядеть зимой. Еще больше повесить или просто те же самые включат. Мне тоже кажется те же самые. А мне еще нравилось в Москве. Не, в Москве круче. Они на зиму вешают, короче, шарики. Я думаю, почему они их не воруют? Там на все шарики стоит видеокамера. И, короче, местные жители это все оставляют. Ну, извини, очень красиво. Так, интервью у местного жителя. Скажите нам, пожалуйста. Да, да, спрашивайте все, что... Нет, подожди, подожди, ты должна рассказать, почему нужно говорить Одесса, а не Одесса. Да, не знаю, мне просто не нравится, когда говорят Одесса. И всем Одесситам так не нравится. Таня установила грамот. А если с украинского языка я буду говорить, как я должна сказать? Ну, тогда ты должна полностью разговаривать на украинском. Подожди, то есть я не могу в речи просто одно слово сказать на украинском? Ну, это будет Суржик. Ну, ладно. А как хотелось. Мы вчера разбирали слово кот, которое говорится как кит, а слово кит, которое на русском, на украинском... Да? Нет? На украинском кит? Ну, кит на русском. Да, да, да. И вот это вот нас повергло просто в шок. Мы пока... Ну, я пока его выговорила, я немножко потерялась. Музыка. 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 Какая машина красивая. Какая? Как правильно называется. Так мы на Приморске идём, девчули. Скажи, как правильно называется. Это оперный театр. Это оперный театр и Дерибасовская. Хотели бы посмотреть, да? Дерибасовская вот заканчивается. Красиво Дерибасовская. Это Шельмьевская улица. Видите фонарик? Что ты хотела сегодня? Может, посмотри. Ну, пожалуйста, продолжай дать место. Рассказывай. Очень интересно говорить о рации. Сейчас мы пойдём, спустимся через оперный пройдём. А ты была в оперном театре? Я выступала в оперном театре. Так, подробнее. Ты умеешь петь? Ты умеешь танцевать? Нет, я танцевала. Я танцевала в роли лягушки. Слышишь? Да. Выступала в нём, сама танцевала. Куда мы идём? На Приморске. Но я танцевала в этом. Да, танцевала? Да. А есть видео? Ну, я танцевала в роли лягушки. Какой лягушкой? Да. И несколько-несколько было пьес. И на все родители ходили. Ну, круто. И семья реально собиралась, а я танцевала на сцене. Для меня сейчас это что-то нереальное. А в чувстве это так было... А это в детстве, да? А ты говорила, это где-то ЗАГС. Скажи, где-то здесь. Работа ЗАГС. А, вот этот вот. Да. Угу. 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 Продолжение следует...